В этом видео мы поговорим о написании стилей для геосервера, точнее для слоев, опубликованных на геосервере, с помощью языка SLD, то есть Style Layer Descriptor. А именно это представляет собой по факту написание XML-файла по определенным инструкциям, указанных в справке по написанию стилей SLD для геосервера, которые находятся перед вами. То есть, соответственно, мы можем писать стили для точек, линий, полигонов, растров, можем оформлять различные правила внутри данных стилей, то есть завязываться на конкретные значения атрибутов внутри таблицы атрибутов вашего опубликованного слоя. Ну и вот сегодня мы рассмотрим написание стиля для оформления железнодорожных линий по правилам их оформления в географических атласах. То есть на выходе мы получим вот такой вот слой, то есть у нас будет железная дорога оформлена в виде чередующихся белых и черных отрезков. И также у нас в слое имеется атрибут строящаяся или действующая железная дорога. Соответственно, действующая будет отворожена непрозрачным стилем, а строящаяся полупрозрачным, ну или с какой-то процентной долей прозрачности. Сначала смотрим на слой в кудисе, что он из себя представляет. Это три столбца Object ID, Time и Status. Соответственно, статус имеет значение либо проектируемое, либо активное. Вот по этому статусу мы и будем завязываться для написания правил в стиле. Соответственно, слой выглядит так. Итак, что у нас есть на геосервере? На геосервере у нас есть опубликованный слой в виде железных дорог. Вот он, RF Railways. Ну и вот мы видим, что здесь передается статус и статус ID. Соответственно, зачем необходим статус ID? Статус ID представляет собой численное обозначение, либо активной, либо проектируемой железной дороги. То есть, принимает значение 1 или 2. Соответственно, сделано это для того, чтобы не использовать кириллицу в написании SLD стиля. Сразу скажу, что использовать ее можно. И завязаться на кириллическое значение внутри таблицы атрибутов также можно, поменяв кодировку файла. Но это работает, возможно, не для всех версий геосервера и, возможно, не для всех символов. То есть, неизвестно, сработали ли на всех символах написания SLD стиля. Поэтому для подстраховки лучше использовать какой-то справочник, то есть численный аналог вашего текстового значения. Итак, посмотрим, как называется стиль. Стиль, соответственно, называется RF Railways Lines или RF Railways Lines Labeling. Давайте рассмотрим пока без подписи. Посмотрим пока просто с линиями. То есть, мы видим, что предпросмотр слоя нам показывает именно то, что мы видели в приложении. Для удобства мы этот код скопируем в Visual Studio Code и там его посмотрим. Итак, что у нас здесь есть? То есть, во-первых, мы видим онкодинг. При кириллических версиях можно его менять. И в соответствии от того языка, который вы используете, вы будете ставить соответствующую кодировку. На что здесь следует обратить внимание? Здесь в самом оформлении стиля следует обратить внимание на два правила. То есть, все, что необходимо смотреть и все, что влияет на отображение слоев приложения, которые собраны на leaflet, то есть в данном приложении, это заключается в теге feature type style. Итак, здесь есть два правила. Итак, вот первое правило. Первое, что написано в правиле, это фильтр, то есть для чего, для каких значений в таблице атрибутов, для каких объектов, с каким значением в таблице атрибутов будет использовано это правило. То есть, первое, что есть в теге фильтр, это тег, который своим названием отвечает за знак между значением, которое введете вы в определенном столбце и тем значением, которое по факту есть в столбце в таблице атрибутов. То есть, здесь написано property is equal to. То есть, свойство должно быть равно, быть равно данному числу, которое вы ввели. Соответственно, здесь может быть больше, меньше, больше либо равно и другие операторы, которые написаны в справке по языку SLD. Соответственно, все ссылки будут под видеозаписью, можете посмотреть. То есть, грубо говоря, мы заходим в фильтры в данной ссылке и смотрим, что есть. is equal to, is not equal to, less than, less than or equal to, greater than и так далее. Вот еще есть like, null, between. Соответственно, все их можно использовать. Ну, продолжим. Соответственно, дальше мы указываем property name, то есть, по факту, какой столбец, значение в каком столбце мы будем использовать для сравнения. Ну и пишем, собственно, само значение, которое нам необходимо для данного правила. То есть, по факту, сейчас мы рассматриваем активные железные дороги и используем статус равный единице. Как мы видим, тег-фильтр закрывается. Дальше начинается три тега line-симболайзер. Три блока line-симболайзер. Итак, мы развернули три блока line-симболайзер. Каждый из них будет накладываться на вышестоящий. То есть, данная линия будет под данными двумя. Соответственно, эта линия над верхней и под нижней. Вот это самая верхняя линия, самый верхний стиль, который увидит пользователь. Как мы видим, за линию отвечает тег stroke и все свойства начинаются со stroke. В целом, справку, опять-таки, по отображению, по стилизации линейных объектов с помощью SLD можно прочесть в интернете. Ссылка, опять-таки, будет под видеозаписью. Здесь мы уже выбираем просто lines и смотрим, как оформляется та же самая пунктирная линия и так далее, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, здесь плюс-минус есть пример такой. Вот он. То есть, вот этот пример, он больше похож на оформление электросетей. Ну, это мы еще раз смотрим. Но, в целом, он использует также правила Dash Array, которые мы и будем использовать. Итак, начнем с последних двух блоков. Первое. Используется свойство stroke width, то есть, ширина, она равна двум. И здесь, как мы видим, тоже она равна двум. Здесь не указан цвет, как мы видим, поэтому по умолчанию цвет будет черный. И интервальность, и также длина отрезка здесь равна десяти, и расстояние между отрезками тоже десять. Раунд отвечает за скругленность концов отрезков. То есть, по факту, вот это вот оформление, это отрезки, черные отрезки, длиной десять и с интервалом между собой в десять единиц. Сами они будут шириной два. Здесь, по аналогии, отрезки также длиной десять, с интервалом в десять, но белые. И чтобы они не наложились друг на друга, мы поставили свойство dash of set равное десяти. То есть, он начнется не с нуля, отсчет пойдет не с нуля, а с десяти. То есть, как раз то, что нам надо. Здесь, в черных отрезках, отсчет пошел с нуля, то есть десять, потом пропуск в десять, нету стиля никакого. Потом опять десять, черного. А здесь, соответственно, пропуск в десять, потом десять белого, потом опять пропуск в десять и потом опять десять белого. То есть, как раз у нас получится чередование черных и белых отрезков. Однако, если мы уберем вот этот блок, который мы еще не обсудили, что у нас получится? То есть, давайте уберем данный стиль на геосервере и посмотрим, что получится в нашем приложении. То есть, заходим на геосервер, заходим в наш стиль, статус ID1 и вырезаем отсюда данный стиль. Нажимаем отправить. Смотрим в приложении, что у нас получится. Итак, мы видим, что у нас убралась окантовка всех линий. То есть, если в случае с черными отрезками как бы по факту ничего не изменилось, то вот у белых отрезков убралась граница, черная граница. Что, конечно, может повлиять на отображение при условии, если у вас будут какие-то там светлые полигоны под железными дорогами, как вот здесь в данном случае. То есть, у нас почти белая подложка и белые линии. То есть, нет границы. Поэтому можно сравнить. То есть, мы вернем сюда это значение, отправим и сравним, что было. То есть, вот сейчас у нас вернулась граница вокруг белых отрезков. Соответственно, что мы делаем с помощью данного блока? Мы под эти линии, то есть, под оформление, под эти два оформления мы ставим одну сплошную линию шириной 4, то есть, как раз, чтобы она немножко выступала за границей отрезков по ширине. И указываем близкий к темному цвету. И опять-таки, закругляем ее на концах. То есть, у нас нижнее оформление, это просто сплошная черная линия, ну, темная линия. Потом над ней рисуются черные отрезки, уже по ширине и длиной 10 с интервалом в 10, начиная с самого начала линии. И еще над ними рисуются белые отрезки, тоже шириной 2, чтобы быть уже, чем низ лежащий слой темный. И опять-таки, длиной 10 с интервалом в 10, но начинаются они не с начала линии, а через 10 единиц после начала линии. Все, вот таким вот образом получается данный стиль, данное отображение. Ну и, соответственно, как сделать второе правило? То есть, для проектированных дорог мы хотим увеличить прозрачность данного стиля. И поэтому мы просто добавляем ко всем нашим стилям еще свойства Stroke Capacity. Добавляем его в виде значения 0,5 и общий вид приобретает, как мы видим на экранах. То есть, то же самое отображение, только с прозрачностью. Теперь посмотрим, как подписывать слои. То есть, добавим к нашему стилю еще и подписи. Для этого посмотрим, как на GeoServer называется наш слой с подписями. Он называется так же, только в конце добавлено нижнее подчеркивание лейблинг. Поменяем наше приложение. Сохраним. И посмотрим, что у нас получилось в приложении. То есть, у нас подписались объекты и подписались только проектируемые линии. Потому что подписи мы добавили только проектируемым линиям. То есть, первое правило у нас как было, так и осталось без подписи. А во второе добавилось TextSymbolizer. И сейчас мы его рассмотрим. Итак, как мы видим, у нас по-прежнему есть первое правило, есть второе правило. И вот во втором правиле, после последнего тега LineSymbolizer, то есть, после оформления уже самой линии, присутствует тег TextSymbolizer. Это, опять-таки, можно посмотреть в справке поподробнее, что за что там отвечает. Итак, мы видим, по какому полю мы будем подписывать. Мы будем подписывать по полю ObjectID1. Дальше мы оформляем стиль текста. То есть, указываем название шрифта, размер, стиль, ширину, жирность шрифта. Дальше мы указываем расположение подписи относительно линии. То есть, всегда ли подпись будет перпендикулярной линии. Как мы видим в приложении, у нас подпись всегда перпендикулярна линии. То есть, как бы линия не смотрела, подпись всегда ей перпендикулярна. Это можно менять. То есть, можно настраивать, чтобы она была всегда параллельна экватору, например. Но в данном случае она всегда перпендикулярна линии. Дальше мы находим тег «гало», который отвечает за обводку белым нашего текста. Это вообще популярный прием в картографии для того, чтобы текст выделялся на цветном фоне. То есть, вокруг каждой цифры будет белое обрамление. Ну и понятно, мы указываем радиус для данного белого фона, белой подложки по факту. И сам цвет этого «гало». И в конце мы указываем, собственно, цвет самого шрифта. И в конце мы указываем «вендор option». По факту это ширина значения в пикселях, которая будет у данной подписи. То есть, если подпись вылезает за эту ширину, то подпись принесется на следующую строку. По-хорошему еще при большом количестве подписей на карте обычно добавляется «вендор option». То есть, с именем SpaceRound, которая позволяет убрать наложение надписей друг на друга. То есть, по факту это пространство вокруг подписи, которое должно быть свободным от других подписей. И геосервер настраивает стиль так, что он будет генерализировать подписи на разных масштабах. То есть, при различных масштабах надписи будут убираться, которые накладываются друг на друга. И по факту геосервер проводит генерализацию стилей за вас. Что, во-первых, уменьшает нагрузку на оперативную память, которую забирают браузер при отрисовке названий. А во-вторых, делает картографически правильным ваше приложение. Но поскольку здесь у меня в приложении подписи довольно редки, то можно оставить и так. Они, в принципе, и так не пересекаются. Но в следующих видео мы рассмотрим использование данного свойства. То есть, видео выйдут по линиям, точкам и полигонам. Данное видео было по линиям. Мы рассмотрели написание стилей для слоев, опубликованных на геосервере, с помощью языка SLD. Субтитры создавал DimaTorzok